75 лет в этом году отмечает Малаховский экспериментальный завод. Он занимает особое место не только в истории городского округа Люберцы, но и всей страны. Наша съемочная группа встретилась с людьми, чья жизнь неразрывно связана с этим уникальным предприятием. 1945 год. После разрушительной войны и долгожданной победы Советский Союз начал возрождаться. Страна восстанавливалась из руин и приобретала прежний довоенный облик. Стали открываться новые заводы и предприятия. В первую очередь необходимо было поднимать угольную промышленность. 21 ноября 1945 года Советом министра в СССР подписан указ о создании Малаховского экспериментального завода. Была необходимость в шахтном оборудовании, причем более-менее современном по тем временам. Дело в том, что после войны, разруха, требовалось очень много угля, комбайны шахтные. Та техника, которую вывозила из забоя добытую руду. Завод дал старт новой жизни. Для его сотрудника возвели дома, школу, детский сад и стадион. В результате появился поселок, который так и назвали – МЭС. Строительство населенного пункта началось с этой котельной. Сегодня ее почтенный возраст ничто не выдает. В 2012 году на объекте провели масштабную реконструкцию. Была раньше другая котельная, 1953 года. Была на углю. Потом ее переделали на газовое топливо. Все износилось. И руководство решило построить новую котельную. Работает без людей. Автоматически все. 28 лет Малаховским экспериментальным заводом руководил Иван Лактионов. С его приходом начался процесс обновления завода. На предприятии появилось несколько дополнительных цехов, а также испытательный центр, где горная техника проверялась в условиях, приближенных к шахтным. Новые станки давали возможность создавать уникальные машины. За их выпуск заводу достоин ордена, знак почета. При участии Ивана Лактионова в Малаховке построены школы 47 и 52, детский сад номер 150, а также здание культурно-досугового центра «Союз» и телефонная станция на Красковском шоссе. Вокруг завода бурлила жизнь. И сам завод был знаменит своими людьми. Весь поселок Малаховка, особенно южная часть, хранит память о тех замечательных временах, когда завод развивался и, будем говорить, гремел на весь Советский Союз и за его пределами. История поселка МЭС неразрывно связана с именем заместителя генерального директора завода Виктора Харитонова. Строительство домов и социальных объектов велось под его руководством. Почетный гражданин Люберецкого района оставил после себя династию сотрудников МЭС. В разные времена на заводе трудились пять членов его семьи. Мама пришла где-то в году 65-м в строительно-монтажное управление. Старший инженер-экономист проработала до 95-го, по-моему, года. Ну, до пенсии. Я, соответственно, пришел в 80-м, и брат пришел в 81-м инженером-технологом. А Сергей, в свою очередь, привел на завод супругу и дочь. Наталья Харитонова имеет к МЭСу двойную причастность. Она тоже выросла в семье работников этого предприятия. Я на этом заводе работал мой отец. Отец мой, бывший шахтер, он работал в шахте, получил инвалидность, попал под завал и пришел работать сюда на завод. Я пришла на завод в 86-м году, пришла комплектовщицей и проработала там 17 лет. Сам Сергей Харитонов продолжает трудиться на заводе. За 40 лет это место стало для него вторым домом. Сейчас он следит за тем, чтобы на производственных площадках соблюдались требования охраны труда и техники безопасности. Начинал свою карьеру с должности оператора станков с числовым программным управлением. Мы не мыслям себя уже без завода. У нас династиями работали на заводе. То есть люди приходили, ну, грубо говоря, рождались и умирали. В 2000-х началась реорганизация угольной промышленности. Встал вопрос и о дальнейшей судьбе Малаховского экспериментального завода. Чтобы сохранить рабочие места, его решили перепрофилировать. Тем самым дали предприятию вторую жизнь. Мы в основном сохранили коллектив, который работал еще со времен завода. Здесь работают наши токари и фрезеровщики. Коллектив сохранили. Ждем молодых. Чувство радости, что все-таки завод выставил все эти годы и сохранил свою базу, свою основу. Сегодня МЭС – это большая промышленная площадка, объединяющая 40 предприятий. Здесь производят мебель, металлические двери, косметическую продукцию, гидравлическое оборудование, технику для коммунальных систем, а также упаковочный материал и многое другое. Мне кажется, что мы продолжаем также быть основополагающим предприятием, потому что очень многие живущие на поселке работают на данном предприятии. Есть возможность здесь работать и при достаточной квалификации получать достойную зарплату. Малаховский экспериментальный завод и поселок МЭС – особая страница в истории городского округа. Вот уже 75 лет предприятий дают людям путевку в жизнь. В настоящее время здесь работают более тысячи человек. Большинство из них – люберчане. Луиза Игазарян, Сергей Гвозди, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.